Потом мы начинаем чистить нёбную сторону, выметающими движениями травмируя диску. Вот, молодец. Потихонечку. Вот. Хорошо. А давай попробуй этой щёточкой теперь. Три минуты в определённой последовательности учатся правильно чистить зубы второклассники в Ивандеевской стоматологии. Дети уже принимали доктора у себя в классе. Рисовали каждой свою зубную щётку и даже выполняли домашнее задание-эксперимент. Чистили в течение двух недель зубы по всем правилам и следили, как это делают родители. Я три, папа одну. Папа одну. Ну ты его, надеюсь, научила, рассказала ему. Как я следил за родителями, я позвал их в ванну и сказал, мама, папа, почисти эти зубы. И они почистили. Я засёк время на телефоне и сказал, сколько они почистили зубы. А сколько? Главное три минуты. Пациент садится в кресло, мы его спрашиваем, а на что же вы жалуетесь? Что же вы жалуетесь? На кариес. На кариес. На кариес жалуюсь. Зубной феей сегодня работает стоматолог Ольга Погребная. В Ивандеевской центральной городской больнице она трудится два года. На взрослом приёме. Закончила Воронежскую государственную медицинскую академию. Плюс ординатуру по терапевтической стоматологии. Общий стаж работы – 10 лет. Стоматолог – это не тот самый страшный врач, который существует в этой жизни. Чтобы дети с удовольствием и радостью приходили к стоматологу, если у них возникнут какие-либо проблемы и не затягивались этими проблемами. Если в таком возрасте мы научим деток всё делать правильно и в первую очередь беречь самому своё здоровье, то в последующем мы получим шикарные результаты. Пинцет, зеркальце и зонтик. Ребят знакомят с инструментами стоматолога и объясняют, для чего доктор надевает маску. Сейчас Ольга Александровна и её помощница Виктория будет считать индекс гигиены каждого юного пациента. Специальный раствор наносят на шесть нижних зубов. Налёт интенсивно окрашивается и каждому зубу дают оценку бал. Значит, первый зубик у нас – один бал. Второй зубик – один бал. Я каждый день чищу зубы утром и вечером, три минуты. Надо сначала выметать верхние зубы щёткой, потом жевательные, потом нижние. Баллы суммируют и вычисляют средний. Если он выше трёх, это означает глубокий налёт. Пациенту следует задуматься. Идея проводить такие открытые занятия в авансейской стоматологии возникла в целях реализации программы профилактики – одного из приоритетных направлений. Детское отделение у нас занимает отдельное помещение, как известно. Рассчитано оно на два кресла. Работают сейчас четыре врача. Это полный комплект, который есть в штате стоматологической поликлиники. Да, возникает вопрос о том, что может быть этого недостаточно, но в перспективе и руководство города нас поддержало. Мы планируем открыть стоматологический кабинет в школе номер пять, тем самым разгрузив городскую стоматологию детскую. Всего Ивантеевская детская стоматология наблюдает и лечит 15 тысяч детей. Вика уже точно решила – она в будущем свяжет свою жизнь со стоматологией. Сейчас тренируется в кавычках на «младшем брате» и игрушках. Мне эта работа очень нравится – ухаживать за зубами. Я это с детства мечтаю делать. Там разные инструменты различные, там разные заболевания бывают. И мне очень хочется узнать что-нибудь новое про зубы. Такие встречи со школьниками и дошколятами в городской стоматологии будут продолжать в течение года. В следующий раз с азами чистки зубов обещают познакомить дошколят-светлячка. Продолжение следует...